Ну, в принципе, в принципе, да, понимаете, все-таки в принципе, и так далее, и так далее. Там можно просто переменить, вот я, например, кончил институт, три года отработал в деревне, надо было отработать, ну, и все, а работал я все время врачом же, понимаете, и так далее, и так далее. Вот в чем вся проблема. Так, в личной жизни, кстати, если начинать, с какого года возраста у вас появился, ну, первая любовь, там, отношения такое, ну, юношеское, детское, подростковое? В девятнадцать. Девятнадцать, вот. И вот с девятнадцати по сегодняшний день, сколько у вас было длительных, среднедлительных, короткодлительных и вообще там недельных, месячных, вот, вот таких вот отношений? В целом, ну, приблизительно. Тоже пять. Тоже пять, да, ну, это тоже немного. Это, значит, это таких длительных вы имеете в виду? Всех вместе. У меня не было коротких отношений. Ну, ну, значит, длительных. Раз коротких не было, значит, длительных. Так, хорошо. Причины. С первым я понял. Это болезнь. Болезнь, это болезнь, и не только болезнь та депрессивная, которая была, а и вообще ваша, скажем так, вот, эмоциональная нестабильность. Второй тоже, он тоже не был. Это уже два. И еще три. До того или после того. Один был до того, двое после того, и третий сейчас мой муж. Так это не третий, а шестой уже. Пятый, почему? Ну, почему? Считайте. Два, один до того, и, значит, двое... Я посчитала того, который был после мужа. Нет, нет, у меня всех. Шестой. Шестой. Так, как давно вы, вот, шестым? Шесть лет. Шесть лет. Ну, это уже достаточно. Вы довольны? То же самое. В течение дня у меня перепады. Вот я довольна. Да, значит, я довольна, да. Возникает мыслишки уже где-то там, что неплохо было бы заменить его? Нет, заменить нет. Но у меня бывают мыслишки, что мне иногда, возможно, не стоит, в принципе, быть в отношениях, а жить одной, знаете. То есть, какое-то время одной пожить. Все правильно, правильно. Даже не какое-то время, а в принципе, мне кажется, не создано для отношений, для семьи. А, понятно. Все, вот это, значит, мы все-таки с работой пять, тут шесть. Немного, не сильно. Все-таки вам тридцать шесть лет уже могло быть и побольше. Вот, ну, видите. И тоже, значит, вот, понимаете, вот вам проблема в работе. Скажите, а сколько мест жительства вы сменили? Три. Три. Три места жительства. Ну, скажем так, по обстоятельствам, да, ну, наверное, учеба была, да? Да, учеба, работа и вот переезд в другую страну. Смотрите, и вот, значит, это два. Учеба или два раза из-за учебы сменили? Нет, один раз. Так, один переезд в другую страну, второй раз, а третий? Работа. Из-за работы? Да. Ну, опять, то есть, из-за работы опять переезд в другой город, да? Да, 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 да. Ну, а то уже немного, вы знаете, нельзя сказать, что это так. Хорошо, хорошо. Ладно. Значит, опять вернемся к тому событию. Значит, два года так, худо-бедно, 50-60% от уровня мая 2012 года или до мая вы жили. Что ж потом, через два года произошло? Вы ничего не принимали, там, кое-как, в общем-то, жили, хотя и не чувствовали себя абсолютно здоровой, да? Да. Я не чувствовал себя здоровой, но я не чувствовал себя так уж прямо плохой. И плохой, да, 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 да. Ну, вы сказали 50-60%. Это, конечно, многовато так. Это вас не настораживало? Почему же? Это же еще молодая девочка, 26 заболела, 28. Еще же надо же чувствовать себя хорошо. А что же я все-таки, скажем, так до 100% не дотягиваю здорового состояния? Или это вас не смущало? У меня никогда не было 100%. То есть, мне нечего было сравнить, наверное. Ну, понимаете, вы сказали, что до этого было 100%. Значит, оказывается, вы не... А, все, я поняла, да. Вы не с 12 лет. Ну, ладно, это мы потом уточним. Я имею в виду, вот, когда вы обратились к врачу, да, это уже выбитые из колеи. Потому что до 26 лет вы не обращались, вы справлялись, все. А это уже второй этап. То есть, вы обратились к врачу, уже принимали препараты и так далее. Так, что же через два года в 2014 году произошло? Это уже было в 2015, на самом деле. Ну, в 2015. Давайте в 2015, да. Ну, в принципе, два года эти прошли достаточно не так плохо. У меня было развитие в работе. То есть, ничего такого плохого не случилось, но я опять перестала спать. Начала... Опять! Минуточку. Опять перестали спать. Все. Ну, и второй. Второй эпизод. Повод был? Вот, как при первом. Там хоть повод какой-то был. Хотя это, конечно, не повод. А это следствие было. Повод был? Нет, мне не сказали, что был такой сильный повод. Я, опять же, была в отношениях, которые я хотела закончить побыстрее. Мне это все. Прямо жалко его было бросать. Подождите, подождите. Давайте все-таки решим вопрос. Это принципиальный вопрос. Да. Вот первый эпизод депрессивный. Он был вызван. Вы понимаете, что причиной был? Причиной вашей депрессии был вот эта встреча с этим молодым человеком и желание покинуть. Или наоборот. Это был повод. А причиной был уже наступившая депрессия. Вне зависимости от встречи. Так же и во втором случае. Да, я думаю, то же самое во втором случае. То есть, так что было причиной, а что следствием? Пациентка Николаевна, ну, ну... Сложный вопрос. Ну, почему сложный? Ну, человек знает... Понимаете, он мог... Человек может ошибаться. Но он... Я считал, что вот первый... Значит, первый мой эпизод был связан с тем, что я встретила мужчину и это... Или... Ну, ответит... Или нет, или нет. Я встретила мужчину, вот, потому что я уже была больна. Все. Вот и все. Тут же очень все просто. Хорошо. В первом случае, да. Я уже была больна, и потом я встретил мужчину. Так, а второй? В втором... В втором случае я уже была... Продолжала быть больной, но... Обострение. Оно обострилось. И опять... И, значит, повода не было такого большого... Большого не было. Да, но это... Вы поймите. Есть поводы, а есть поводочечки. Скажем так, смерть родного и близкого человека, увольнение, заключение в тюрьму, изнасилование женщины, посттравматическое на фронте. Это повод, поводище, который вызывает. Так, повода у меня не было. Да. А я же такой поругался с мужем и заболел, типа, это же не повод. Вы же поймите. Я понимаю, поэтому я к вам обратился. Да, да. Значит, все-таки... Я вприваю, что со мной что-то не так. Все, все, все. Не, подозрек, я же хочу, я же хочу разобраться. Значит, и второй раз в 15-м году вы все-таки считаете, что не было того повода, который должен был бы вызвать вот такую депрессию, да? Да, да. Так, все повторилось. Структура вашего состояния та же самая, что и в 12-м или что-то новое появилось? Сон? Сон я понял. Было, было немного лучше в целом. То есть, я была менее, меньше перепадов настроения, просто был плохой сон. Просто был плохой сон. Ну, хорошо. А в этот же момент, наверное, интерес и первый раз, и второй, 12-й, 15-й терялся радость жизни. Все было сконцентрировано на этой псевдопроблеме. Псевдопроблеме, понимаете? Нет, второй раз было не так плохо. Второй раз у меня не было такой потери. Ну, хорошо. Насколько он был слабей? Ну, раза в два был слабей, наверное. Ну, хорошо. Раза в два. Возник тоже весной или летом? Тоже весной. Тоже. Видите, это бывает. Чаще всего осенью. Но бывает, я, кстати, обратил внимание, что вот эндогены, тяжелые эндогены, такие ядреные формы депрессивных расстройств, они встречаются именно почему-то в мае, в июне, вот летом, когда подавляющее большинство пациентов чувствует себя гораздо лучше. Хорошо. Значит, вы обратились к врачу? Да. Уже к кому? На этот раз уже обратилась к психиатру, который выписал мне амитриптилин. Амитриптилин, да. Это в 15-м году амитриптилин. Это в столице было или где? В столице, да, в столице. Так. Какая доза была амитриптилина? 50 миллилитров. 50 миллилитров. Диагноз его? Ну, депрессия. Опять депрессия? Рекуррентная депрессия. Да, рекуррентная, правильно, потому что второй раз. Так. 50 миллиграмм, как долго принимали? Год. Год. Помог? Не помог? Насколько помог? С сосном помогал, но я набрала вес, и меня это немножко спокойно. Подождите, ну вот видите, сон. Меня один сон ваш, меня интересует комплекс. А комплекс нет, помог только сосном. Только сосном, правильно, 50 миллиграмм. Ну и хорошо. Но вас это устраивало, да? Да, да. А что же, значит, с чем он не помог? Что это было? Опять вес потеря или как? Не было потери веса? Я потери веса не было, но я наоборот, был набор веса. Ну, на амитриптилине, на амитриптилине, конечно, там идет колоссальный набор веса. Скажите, а активность не упала? Вы помните, вы сказали, что вот первый период вы были как-то немножко активно приподняты? Нет, в целом было нормально. Нормально было. А что было ненормально? Кроме сна? Сон. Сон стал лучше немножко. Ну и... А что же отличало вас вот в 15-м году от 14-го, от 13-го? Наверное, тревога была больше, неудовлетворенность жизни какие-то. Опять появилась тревога и неудовлетворенность жизни. Скажите, вы считали себя неудачницей, да? Моментами, да. Подождите, неудачница, плохая дочь, плохая жена, этого не было? Вот такое самоуничижение, я никто, этого не было? На тот момент не было, это началось позже. Нет, подождите, подождите. Я спрашиваю первый и второй, дойдем. Нет, на тот момент не было. Не было. Забыл. Суицидальные мысли были? В этих двух эпизодах не было. Не было. Скажите, слезы во втором эпизоде были? Нет, ну была раздражительность какая-то. Была раздражительность. Значит, на кого она направлена была? На близких людей или на коллег? На всех. В чем она проявлялась? Ну, меня все раздражало, все казались глупыми. Не-не, подождите, раздражало. Ну, все идиоты, это одно дело. А так, чтобы вы вступали в ссоры, в конфликты? Нет, я очень тихий человек, я все держу в себе, и то есть у меня это раздражение копится во мне. Хорошо, хорошо, ладно. Значит, вы пропили, пропили, скажем так, вы не заметили в первом-втором эпизоде, что работать стало сложнее? Ну, концентрация снизилась. В первом эпизоде заметил, в втором... Нет, в принципе, у меня был хороший период в работе в тот момент. Хороший период? Хороший период, да? Сон плохой, раздражительность была, казалось, что там должна быть, понимаете, значит, какая-то смесь, да? Скажите, а вот вы знаете, о чем я подумал? Я подумал, что и в первом, и во втором все-таки смесь была. Вы понимаете, как, значит, если говорить о чистой мании, о чистой депрессии, то в чистой мании, вот в 12-м году, то есть в чистой депрессии не должно было быть приподнятости и активности. Это первое. А если мания, то, значит, сон должен был короткий, вы должны были, значит, там не было чистая ни мания, ни депрессия. Там, скорее всего, был микс, смесь. То есть и были, так и во втором. Раздражительность – это маниакальный. Это маниакальный симптом. А вот бессонница с чувством разбитости, вот, понимаете, вялость – это депрессивный синдром. Понимаете? То есть получается вот так. Хорошо, хорошо. Скажите, а вот раздражительность появилась до амитриптилина или на фоне приема амитриптилина? Она была всегда, я думаю, но на фоне амитриптилина немножко ухудшилась. Ухудшилась. Почему я спрашиваю? Потому что если… Я не знаю еще вас где. Я все-все-все-все подбираю. Я еще, если сказать, у меня там еще ничего не созрело. Мы только в самом начальном пути. Вы понимаете, в чем дело? Ило в том, что амитриптилин при маниакально-депрессивных психозах, при… Я не о вас сейчас говорю. Он, в общем-то, довольно часто и довольно сильно выводит из депрессии в маниакальное состояние. Это типично для него. Амитриптилин почти в 100% случаев это делает. Вот вы не заметили, что амитриптилин, кроме улучшения сна, что он как-то все-таки иначе еще повлиял? Или нет? Если честно, я не заметил. Не заметил. Сейчас я буду вспомнить, возможно, я притягиваю, но я не заметил. Не заметил. Вы поймите, у меня возникают версии, я либо должен подтвердить, либо должен исключить. Хорошо. Значит, вы год попринимали, и почему прекратили? Ну, из-за набора веса. То есть, я набрала 2-3 килограмма, мне это не нравилось. То есть, вы поправились, а это стало вас угнетать? Да, беспокоить. Ну, я вам хочу сказать, как вы отреагировали с синдромом отмены? Почти не было. Почти не было. Значит, я вам скажу так. Если не было синдрома отмены, то и не было успеха. Поверьте мне, когда нет успеха, тогда нет и синдрома отмены. Хорошо. Хорошо. Так. Ну, и как вы считаете, прекратив, прекратив, все-таки, я так предполагаю, что прекратив терапию через год амитриптилином, то есть, вы почувствовали себя немножко лучше, да? Я почувствовал себя немножко лучше, но через несколько месяцев я опять перестала спать. Через несколько месяцев после прекращения. Вы его одномомента прекратили или плавно? Плавно я приняла, перестала принимать по 25, потом по 12,5. Ну, как долго вы там, две недели? Недели, две-три недели. Две и три недели. И через два месяца после прекращения опять нарушился сон. Ну, а вместе с сном, что еще сразу же? Все-таки, чтобы это была связка. Не нужно мне только о сне. Я же должен еще и о другой симптоматике знать. Значит, нарушился сон и что еще? Вот нарушение сна, что она еще вызвала? Одновременно. Очень сильная нервозность. У меня были какие-то параноидальные мысли по отношению к людям. То есть, мне казалось, что все против меня что-то замышляют. Ну, не то, что прямо замышляют. Не-не-не-не, подождите. Подозрительность. Подождите, подозрительность. А что, на ровном месте или действительно кто-то там придирался? На ровном месте. На ровном месте. Скажите, а почему же вы? А кого вы подозревали? Вот. Коллег, начальство, близкого партнера по жизни? Партнера. Партнер. В основном партнера? Да, в основном все это. А вы что подозревали? Что он изменяет вам или что? Что он несерьезно ко мне относится, что он смеется за мной спиной, какие-то такие глупые вещи. Ну, вы знаете, это параноид. Это, конечно, из этого спектра. Ну, это не паранойя. Это не паранойя. Паранойя, это такое, знаете, грубое, это страшная вещь. Паранойя. То есть, у вас появилась какая-то, значит, ну, вот подозрительность. Да. Что ко мне плохо относятся. Ну, это депрессивный мой. Это не паранойя. Паранойя там другое. Вы знаете, параноики, это активные люди. Муж ко мне плохо относятся. Ах ты собака. Понимаете? Вот бред ревности. Нет, такого не было. Бред ревности. Значит, этот несчастная жертва, этого бреда ревности, становится не сама больной, а муж. Она его допекает. Она его убивает. Вы понимаете? Вот это параноики. Ну, я не допекал немножко, но не убивал, конечно. Это не паранойя. Это не паранойя. Нет, нет. Это обидчивость. Вот он плохо ко мне относится. Он должен меня пожалеть. Он должен, понимаете, это другое. Это сенситивность. Это чувствительность. Это там какое. Это не паранойя. Это не паранойя. Так, еще что было? Опять похудение было? Да. На сколько? 3-4 килограмма. Ну, опять вы вернулись. Кстати, если вы... То тоже важный момент, который надо уточнить. Вы 2 месяца, 3 до начала третьего эпизода депрессивного, вы уже не пили амитриптилин. По идее, вы должны были похудеть до начала. Да, да. До, до. А во время эпизода вы еще похудели? Да, но во время эпизода я достаточно быстро обратилась к врачу и начала принимать мертозапин, который... Не, подождите. Подождите. До приема медикамента. До приема, да, я похудела еще, но это продолжалось недолго было. Чего не месяц, наверное. Ну, хорошо, подождите. Хорошо, извините. Я буду отвечать на вопрос. Не, не, начи вы извините. Я уже, понимаете, я уже привык. Я просто смеюсь, смеюсь. Как все одно и то же. Все и так оно было, есть и будет. Не только с вами. Значит, вы поймите. Амитриптилин вызывает прибавку веса. Значит, 2-2 месяца или 3 до наступления третьего эпизода вы его не принимали. Значит, вы обязаны были похудеть. Не принимая. Я похудела, да. Это одно. Это к болезни не имеет никакого отношения. Это вы прекратили принимать амитриптилин. Теперь, когда у вас появился третий эпизод? Кстати, когда? Опять? Опять май? Нет, это было в мае перестал пить амитриптилин. То есть, это было год с мая. Ну, это где-то уже к осени ближе. Ближе к осени. И в августе. В августе. Ну, это осень, да. Это уже ближе к осени. Так вот, когда, значит, вы похудели там после, значит, июня, июль, вот полавгуста, а потом начался третий эпизод, вы еще похудели, не принимая мертозапин? Да, но не сильно. Ну, а сколько еще похудели? Килограмм два, наверное. Ну, значит, все-таки было это. Аппетит тоже нарушился немножко. Общее самочувствие, общая работоспособность, общий стиль жизни. Как-то замкнулось, все перекинулось на себя, что со мной. Вот на мужа он плохо ко мне относится. Понимаете, это же ненормально. Человек должен жить, и его должен здоровый, интересовать обычная жизнь. А когда он циклится, что со мной, ко мне плохо относится, понимаете, это сужение. Сужение от, значит, вот все, все, что снаружи, суживается, суживается и концентрируется на самом человеке. Вот такая была, да? Да. Сужение. Это и первый, и второй, и третий раз. Так, хорошо, опять пошли к врачу, опять сон, опять сон, опять миртозапин, правильно, опять миртозапин. И я хочу вам сказать, что амитриптерин хотя бы, хоть правильно, но, опять же, он вам для сна был. 50 миллиграмм это, понимаете, амитриптерин старый препарат, хороший, но он такой гнусный, что он помогает в больших дозах. Не менее 200 миллиграмм, 300 тяжелых депрессий. А на них такие побочные эффекты, что больной скажет, пусть лучше будет депрессия. И депрессия. Да, поэтому, конечно, исходя из того, что второй психиатр вам, или второй врач назначил 50, он опять вам дал для сна, правильно, 25-50 миллиграмм, это на ночь, это только для сна. Третий опять ставит вам депрессию, да, и опять лечит не депрессию, опять лечит сон, нарушение сна. Какая доза была мертозапина? Первый месяц 15, потом 30. Так, 15-30, так, скажите, вот в этот третий эпизод он был сильнее, слабее. Все-таки первый это золотой стандарт, потому что второй был слабее, чем первый, а вот третий, если сравнивать его с первым эпизодом. Я думаю, что он был сильнее, но мертозапин у него был с циропатбаку.